приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы я обещала что до конца ноября сделаю обязательно видео об этом прекрасном диковинном экзотическом перчике и выполняю свое обещание этот перец вот он уникальный по своей форме вкусу и полезности форма необычная его вы уже это видели и видите прекрасно сейчас на экране это и как бы цветочек и колокольчик форма очень красивая а родина этого красивого перца колокольчика кстати его так у нас называют потому что форма колокольчика то ли южная африка то ли южная америка разных источниках в разных источниках разная информация ну и есть информация о том что его активно выращивали и в индии ну а мне он попал из германии откуда привезла моя знакомая огородница она имеет очень маленький участок земли и выращивает в основном цветы но этому перцу каждый год выделяет место в грунте а также выращивает в больших кадушках у нее где-то 10 литровые кадушки и вырастает это чудо перец у нее до двух метров почти как настоящие маленькие такие деревца она заранее кстати высевает и меня научила высевает семена еще в феврале чтобы в августе уже иметь красные перчики и это потому что это позднеспелый сорт ему нужно от четырех до пяти месяцев чтобы созрели уже покраснели на деревце этом растении все перчики в моем случае еще в ноябре перцы цвели на грядке и завязывали плоды об этом у меня есть видео я сделаю сноску на него сейчас идет смещение времен года и первая половина ноября была очень теплой даже жаркой кстати на родине откуда этот перец был привезет это многолетнее растение его не высаживают так как мы каждый год она растет много лет но пока полностью не отдаст все что он запланировал тепло обламывают посынкуют и он снова наращивая зеленую массу естественно цветет и дает плодики вызревают плодики на нем там где тепло перец продолжает вегетацию круглый год я один год уже кстати выращивала в большом горшке колокольчик где-то горшок был такой где-то около семи литров и на зиму заносила на подоконник он кстати продолжал расти до весны но при переносе в комнату с улицы с теплицы сначала был сброс листьев а потом он отходил и адаптировался к новым условиям естественно рос и продолжал цвести и дарить нам плодики сначала цветы и потом маленькие плодики единственное что вот надо все время обрабатывать против тли а так особых каких-то проблем и болезней мы на нем не видели вот а когда почва уже прогревалась весной я пересадила его в теплицу прямо с горшка вытянули корней там было много и вот он продолжал расти сначала снова же сбросил листву в теплице естественно солнечные лучи тепло новые условия и нужно было ему адаптироваться и снова начинал нарастать так что если есть желание можно полезные плоды и зимой собирать и радоваться красоте этого уникального растения то тогда высевайте семена этого перца на рассаду в феврале благоприятные дни о них мы обязательно будем рассказывать уже в январе 2021 года каждый на каждый месяц у нас плейлист лунные календари лучшие дни для посева для других агро приемов агрогороскопы у нас постоянно даются для того чтобы то что мы уже использовали изучили апробировали чтобы приносило пользу всем нашим зрителям ну а теперь несколько слов о красоте диковинного растения после цветения вот эти маленькие маленькие зеленые плодики сначала маленькие такие и цвет у них нежно зеленый чуть чуть позже становится больше и светлее чуть-чуть иногда если открытый грунт то становится темнее если не поливать и затем вот эти плоды вырастают до двух с половиной трех сантиметров сначала набирают оранжевый цвет а потом краснеет в стадии полной зрелости перчики колокольчики имеют уже насыщенно красный такой яркий цвет вес плодов колеблется от 30 до 100 граммов бывают и такие если посынковать и формировать то получается и крупные плоды ну а теперь отвечу на вопрос о вкусе этого диковинного перчика когда он имеет зеленоватый цвет то горькости остроты как у перца чили не наблюдается мякоть у плода такая нежная сочная очень ароматная на кухне становится во время обеда когда мы к борщу его берем к супу и просто так такой аромат как вот у спелого красного перца и вот когда плоды переходят в оранжевый а затем красный цвет то часть плода которая находится около плодоножки имеет уже острый вкус и больше напоминает вкус сортов называем так называемых пикантных горьких перцев но это не чили внизу где формируется сам цветок колокольчик стенки становятся толще и мясистее ну а вкус а вкус нежно сладко кислые нотки такие наблюдаются аромат как у сладкого перца вот в этом и особенность этого заморского диковинного перца колокольчика в этом красивом плоде колокольчики объединены и вкусовые качества очень хорошие и вкусовые качества и острого но пикантного перца и сладкого вот эти особенности цены для потребления этого перца в пищу кстати исследователи воздействие плодов этого перца считают что потребление перцев колокольчиков имеет ряд положительных качеств на организм человека в первую очередь они отмечают что в плодах много витамина c есть и другие витамины а вот именно витамин c вот эта кислинка которую мы ощущаем вот этот витамин повышает иммунитет человека важно второй важный компонент полезности это благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы прогоняет очень хорошо перчик в сосудах кровь выводят кстати из организма плохой холестерин и кстати успокаивает очень нервную систему укрепляет кости ногти волосы стимулирует работу мозга нашего улучшает зрение и снимает стресс избавляет от бессонницы и плохого настроения вот это то что отмечают исследователи перца а я хочу добавить что ко всем этим плюсам и другим плюсам еще и в плодах есть очень много важных ценных микро макроэлементов так вот очень важно вот этот позитив вот это настроение такие солнечные эмоции возникают когда смотришь на эти плоды и начиная даже с момента цветения цветочки красивые потом завязываются плоды такие маленькие колокольчики а потом они созревают и такие очень очень красивые получаются хочу сразу же предупредить тех кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом можно использовать зеленые плоды но в небольшом количестве и как добавку к другим каким-то овощным растениям очень внимательно будьте в этом плане сегодня почти что на все вопросы я ответила нет 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 вот еще вопрос об особенностях выращивания никаких дополнительных и особых условий это растение не требует выращиваю точно так как и сладкий перец единственное что выращиваю высеваю пораньше но иногда как получается прямо в теплице или же на окошке а вот теперь все если будут новые вопросы задавайте будем отвечать ну а пока мы завершаем это видео посвященное пользе и особенностям этого перца колокольчика заморского растения из далеких теплых стран которые теперь живет уже много лет и в украине на разных участках на подоконниках в россии и в других странах ну что ж мы прощаемся с вами желаем вам удачи до новых встреч в новых видео будьте здоровы и радуйтесь всему тому что приносит вам позитив солнышку новым вот этим просмотром видео пусть у вас все будет хорошо крепкого вам здоровья и и и Продолжение следует...